крайне важно ежедневно точно также публиковать статистику смертности не только по другим заболеваниям но и вообще общую статистику потому что когда мы в нашем эфире приводили примеры того что в городе пенза 0 людей заболело но шесть человек были убиты в результате разборок потому что люди сидели дома они бы эти шесть человек выжили потому что они не были бы дом поэтому контроль в первую очередь пожилых которые самые в большой степени риска введение чрезвычайной ситуации официально чтобы можно было расторгать договора и принимать это поскольку конституционный к рассмотрению что конституционный суд установил что коронавирус не является форс-мажорным обстоятельством и поэтому то что мы называем ошибочно государство себя ведет как те самые группа опасавшихся котов да да извините именно так потому что они ответственность все спихнули на граждан на полицию и на некой условный клан предпринимателей а все деньгами они никак не будут делиться извините они сидят на этой кубышки будут продолжать на ней сидеть и поэтому я удивляюсь нашим гражданам которые своими руками устраивают свой собственный цифровой геноцид устраивает геноцид другим я говорю нам ничего не надо просто еще я прошу власть чтобы уж тогда уже весь сюр закончить окончательно пусть с каждого штрафа тому кто бы позвонил приходит 1000 рублей я представляю в каком обществе мы проснемся ровно через 15 минут у меня даже вопросов нет к тому как мы по и начнем себя вести